В районе уже несколько лет существует практика отчётов глав перед населением и депутатами. Прежде всего, озвучивается информация о развитии территории, указываются проблемные точки и точки роста. В целом, Лобинский район завершил 2015 год с хорошими показателями, но в поселениях разные цифры. Завор идёт о нашей с вами жизни. Как удержать медицину, как удержать здравоохранение, как удержать культуру, как удержать образование, спорт и так далее. Мы реально понимаем, что мы вступаем в эту полосу. Как мы пойдём в этой полосе, это уже жизнь покажет. Никто сейчас сказать не может и предвидеть не может, что произойдёт. Потому что очень многое зависит у нас также от уровня нашей экономики в целом, края и страны, где какие будут перепады. Особенность этого момента, она и заключается в том, чтобы правильно как-то на сессиях донести до людей о том, что ситуация достаточно непростая. Вы помните печальные, так сказать, события с возмущением владельцев личных подсобных хозяйств, когда приезжал сюда министр. Они законные, потому что за год задолжали, ничего не платили. И как теперь? Ну, теперь заложили там в краевом бюджете. То есть, всё это с людьми придётся разговаривать. Может быть, придётся приостанавливать какие-то программы, может быть, придётся затягивать пояса. Цель отчётных сессий – подробно проинформировать жителей об итогах работы поселений в 2015 году и задачах на 2016. Отчётные сессии являются главной, на наш взгляд, публичной формой отчёта не только перед активом, но и перед жителями поселения. Коллеги, отчёт, как я уже сказал, проводится ежегодно. Также хочу напомнить статью 30 пункт 3 устава, где глава подотчётен непосредственно населению, но и совету. В структуре содержания отчётных докладов должны быть отражены шесть направлений. Всё, что составляет экономическую основу, уровень экономики, налогов, облагаемая база, важный момент – инвестиционная привлекательность. Вы должны также отразить мероприятия, которые проводятся вами по увеличению занятости населения, особенно акцентируя внимание на вашем инвестиционном развитии, на тех проектах, которые мы с вами обсуждали и по которым были сделаны замечания, ваш адрес на экономической учёбе. То есть вы должны озвучить и проинформировать всех присутствующих на вашей открытой сессии, какая работа проводится по привлечению инвестиций, что сделано и что вы планируете сделать с целью создания новых рабочих мест и увеличения налогооблагаемой базы. Глава района настоятельно рекомендовал главам поселения перед отчётными сессиями провести сходы граждан, чтобы скорректировать курс местной власти, услышать пожелания людей и лучше понять насущные проблемы населения. На совещании обсудили график проведения сессии. Планируется, что главы сельских поселений отчитаются с 10 по 20 февраля. 26 февраля состоится отчётная сессия в Лобинском городском поселении, а 3 марта отчитается глава Лобинского района.